Ну вот про человека слева, я думаю, даже объяснять ничего не надо и зачем он нужен в целях собственной безопасности вооружённой охраны. Если собираетесь передвигаться по стране, то я советую заранее посмотреть карту, где указано, какие части контролируются талибами, а какие правительства. Предлагаю пообщаться с кем-нибудь из местных, позадавать вопросы. Афганистан считается очень бедной страной, уровень жизни у населения тоже достаточно низкий. А большинство людей всё-таки не знает, как живут обычные люди в Афганистане. Средняя зарплата в Кабуле, как мне сказали, составляет всего... Страшно ли гулять по улицам Кабула, Афганистана? Ходишь на улицу, со всех сторон на тебя бегут смертники. Только что подошёл человек в военной форме, сказал, что иностранцу лучше в таком виде, как я, в данной части города по улице не ходить. И лучше переодеться в одежду местных. В Афгане производят очень много наркотиков. А передо мной человек, который был личным телохранителем Масуда и согласился рассказать немного про него. Сколько стоит съездить в Афганистан, организовать сюда поездку? Друзья, всем привет! С вами Андрей Мазельницын. И я только что приехал, прилетел в одну из самых интересных стран мира. Я в Афганистане. Друзья, в общем, с вас лайк, подписка на канал. Ну и погнали вместе со мной знакомиться с этой страной. Субтитры создавал DimaTorzok Перед поездкой в Афган я пытался найти видео на YouTube. Ну, посмотреть, о чём говорят другие блогеры и прочее. И нифига не нашёл. Точнее, нашёл всего два видео. Но, блин, вы бы их видели. Это настолько... Прям не знаю, как назвать их людей, которые всё это снимали. Мудаки. Настолько однобокое освещение. Всё их видео сводилось к тому, насколько тут небезопасно про терроризм и всякую подобную хрень. Никто из них не рассказал про самую обычную жизнь. Вот так, просто по улицам погулять. Не, я не спорю. Конечно, тут это не самая безопасная страна. Но не надо всё видео только об этом рассказывать. Потому что вот так у людей потом и складывается стереоптипное мнение, что насколько тут опасно. Как будто ты выходишь на улицу и со всех сторон на тебя бегут смертники. Нифига подобного. Самая обычная страна. Ну да, есть теракты, но парочка в месяц, не больше. А там всё просто настолько раздуто, преувеличено. Не люблю я такие видео. Попробую снять максимально объективное про самую обычную жизнь. Вот они, самые простые улицы Кабула. Люди ходят, всё нормально. Женщина в горках. Самая-самая обычная уличная жизнь. Люди что-то продают. Друзья, вы там не забывайте лайки, то ставите подписываться на канал. Если нет, то давайте прямо сейчас. Это очень важно для развития канала. С вас, короче, лайк, подписка. А с меня много новых интересных путешествий. И, кстати, никакой рекламы на канале. Предлагаю пообщаться с кем-нибудь из местных, задавать вопросы. Парень шёл мимо. Мы у него спросили, можно ли с ним пообщаться, рассказать про жизнь. Согласился. Мне, гид мой, поможет перевести. So, could you please tell me something about Afghani life? What do you do for your living? I just come here to make a prayer and also for the symmetry, okay? And now he is going back to the city and he is working there to afford his life. What exactly is he doing? What is he talking about? He has a carriage, a wagon, okay? What? He is selling wagon, small wagon selling fruits out of Texas. Okay, I see. And is it complex, hard to find a job in Kabul? I said that I can work, but it's hard to find a job in Kabul, but I can currently work on the city. And that's good because I can afford my life. Okay. Are you happy? Are you happy? Yes, I am happy. Okay. Thank you very much. Manana. He said you are welcome, Khashoggi. After the interview, I decided to give him money, he did not give him money, but he said no, you don't need to, you know, you are crazy. Is it scary to go on the streets of Kabul, Afghanistan? If you believe me, it is not scary. I when I came to get a lot of fatigue, I felt a lot of fatigue, but when I came to go on, we went to go on, to meet the city, 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 to meet the city. But you're OK, it's OK, everything is OK. Y'know-то Sure-ловно cualquier меры Pres plugin в Сирию там было страшно, но не страшно тревожно. Но и то потому что не было опыта поездок в такие страны. Сейчас он есть, поэтому не знаю Как ты уже попроще, поспокойнее к этому относишься Кстати, если интересна моя поездка в эту как раз страну, в Сирию Я оставлю ссылки в описании Там два видео, как я туда ездил После Афгана можете переходить по ссылке, посмотрите Вот что общего В Кабуле с другими мировыми столицами Так это пробки Едем еле-еле Пробки, мне кажется, есть во всех крупных городах мира Он, кстати, впереди едет Машина, видите, сзади на стекле на клиент Чувак, очень известный у них национальный герой Паншерский лев Масуд Только что приехали на одну из гор, которая окружает Кабул Такой вид открывается Пацаны местные сидят Весь город как на ладони Большой Огромный, я бы сказал, город В Афганистане вот меня сопровождают ребята Ну вот про человека слева Я думаю, даже объяснять мне еще не надо И зачем он нужен в целях собственной безопасности Вооруженной охраны И Хаким, Хаким Гид, он рассказывает Будет показывать мне город, рассказывать про жизнь обычных людей Возьмем ребят потом интервью Да, Кабул такое место И Афганистану нужна охрана Только что подошел человек в военной форме Сказал, что иностранцу лучше в таком виде, как я В данной части города по улице не ходить И лучше переодеться в одежду местных Не знаю, что бы это значило Но я не хочу переодеваться Салам алейкум Ребята стоят Предложили бесплатно угостить Чем угодно Это просто Вот на улице Прокажу мимо Снимание Говорит Угощайся Чем хочешь Бесплатно Салам алейкум Люди Спокойно с собой здороваются Передают привет Угощают тебя чем-то Зачем я приехал в Афганистан? Честно говоря, вот мне нравятся вот такие страны В которых не очень много туристов Не самые популярные, скажем так Туристические направления Ну и во-вторых Хочется просто походить вот по таким вот улочкам Посмотреть, как живут самые простые люди Прокатиться по стране Чтобы не было вот этого, знаете, как По телевизору с утра до вечера Терак, 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 терак Я думаю, в Афганистане есть что посмотреть Без всяких этих терактов И живут же люди как-то И хочется своими глазами посмотреть А не вот это вот Пропаганда по телевизору Но большинство людей Вот так вот кушают прямо на улицах Готовят Еще Афганистан примечательен тем То, что здесь в семьях в среднем Рождается по семь детей Реально дофига Ну и печально то, что Одна из самых больших смертностей Детских смертностей в мире До пяти лет Умирают очень много детей Вон и Хаким Агида Он сзади идет Например, в семье рассказал Девять братьев и сестер Включая его самого Зацените Еще один вид на Кабул Сверху Лепота А до этого я снимал вон С той горы сверху Где телевизионные вышки стоят И парк есть И народ гуляет Кто-то отдыхает на лужайке Кто-то вон там вдали видно или нет Кальян курит Ну что, по Кабулу погуляли Я думаю, можно прокатиться по стране Только что выдвинулись В сторону Паншера Паншерского ущелья Посмотрим на это Знаменитое место Три часа примерно ехать от Кабулу На трассе до сих пор продают CD-диски Вот остановились Закупиться музыкой Сейчас выбираю Я уже думал, такого нигде не осталось Нет, есть Ну а так еще для путешественников Представляет большая опасность Неразорванные мины Говорят, что тут около 600-700 человек Каждый год погибает Поэтому лучше по непонятным тропкам Конечно, не ходить И не гулять Приезжаем в музей Национального сопротивления Афганистана Видите, вон там вдали танки Вся боевая техника С советских времен Ближе, к сожалению, нельзя подойти Но можно отсюда посмотреть Сейчас там по дороге на планшафт Дальше будет очень много еще Танков и везде Если собираетесь передвигаться по стране То я советую заранее посмотреть карту Территорию страны Я имею ввиду карту Где указано Какие части контролируются талибами А какие правительства Правительственными войсками Потому что здесь Ну, передвигаться может быть В некоторых регионах Назовем так, скажем так Немного опасно Но так как я с гидами Они-то знают, где можно ездить Где нельзя Поэтому я сильно не переживаю Хотя вот Мой гид сказал Хаким Говорит Ну да, вот здесь в горах Есть-то либо небольшие группы Они выходят Но они выходят в основном Вечером, ночью Могут что-то такое сделать Нехорошее Назовем это так Днем, говорит, можно не переживать Тут все спокойно Патрулей много Дофига вообще Людей вооруженных Везде портреты Масуда Очень его тут почитают А передо мной человек Который был Личным телохранителем Масуда В свое время До того, как он не погиб И согласился Рассказать немного про него Окей, пожалуйста, скажите Масуд как человек Командер Масуд Масуд Приехали в Паншарское ущелье Красивое место Сейчас покажу Немного будет задувать Вдоль всего Паншарского ущелья Стоят, попадаются танки советские Много тут погибло Советских ребят Горы кругом До сих пор еще эксплуатируются Советские Камазы По дороге Пока едем сейчас По Паншарскому ущелью Заехали в ресторанчик Сидим Но самое главное не это Смотрите Оп Сразу же на берегу реки Вот я стою Вот река Красота В Афганистане Практически нет туристов Я за время всей своей поездки Не встретил пока что Еще ни одного белого человека Фиг знает где они все Даже в аэропорту Когда прилетел Было всего лишь Три пассажирских самолеты И около ста военных вертолетов Самолетов Кстати, прикольно Еще в аэропорту Чувак Ну, который типа Паспортный контроль Прилетел Спрашивает Ну, подковик говорит Вам надо зарегистрироваться В какой организации Я говорю Я не от какой Не от организации Он говорит Это кто? Говорит Турист Говорит Турист? Даже этот чувак Немножко удивился Странно, конечно Афганцы, конечно Народ-то Такой Многострадальный Последние 40 лет Наверное Больше уже Идет война Сначала Советское вторжение Потом К власти пришли Талибы Потом Кто? Вторжение Американцев Война Сейчас война Разумеется Никак и не прекратилась Хотя типа Все говорят Что прекратилась Такая же Продолжается Ну Все тут Нечего мне Особо тут сказать По этому поводу Но будем надеяться Что когда-нибудь У них все будет хорошо Хочу Хакиму задать Несколько вопросов Про Афганистан Всегда лучше Если местный Сам расскажет Об этом Окей Хаким Пожалуйста Почему люди Надо visit Афганистан Афганистан Это Несколько Несколько Хочем Великим Несколько Турисов Из Афганистана Многие люди боятся Афганистана, они думают, что это опасно. Что ты можешь сказать об этом? Это зависит от всего. Я бы хотел рассказать все эти истории, что Афганистан не опасен. Но ремитория, особенно самолеты, они опасны. Но если вы хотите получить безопасность, безопасность и безопасность, то вы должны выбрать лучший агентство. И кто вы хотите путешествовать? Это основная вопроса и основная ответственность. Но это не опасно. Вы можете просто путешествовать на улице, на улице, на мальчике. Для всех туристов приехать в Афганистан, У нас есть специальные поэты в Афганистане, специальные мауланы Шам Саддерс. База, харан чехасти база, гаркафору габру ботпарасти база. Индаргах ма, даргах на аумейдинист. Спасибо, ташакар, манана, welcome to Afghanistan. Пока едем в авто с Хакимом, разговариваем. Речь зашла про свадьбу, про его невесту. У него есть невеста, и они хотят пожениться. Я у него спрашиваю, что когда свадьба? Он говорит, фиг его знает, мне денег надо копить просто дофига по их меркам. У них такая же, такие же традиции, как в Таджикистане. На свадьбы типа меньше, чем 600-700 гостей не приходят. Расспрашивал у него по ценам, он говорит, ну мне гостиницу там надо снимать, выкупы платить и так далее. Надо, если в долларах, примерно 2,5 тысячи долларов. Должен, говорит, работать сейчас несколько лет, чтобы накопить деньги на свадьбу. Вон в Таджикистане хорошо придумали, несколько лет назад сделали закон, который обязывает людей, запрещает приводить на свадьбу больше, чем 200 людей. Он говорит, у нас тоже есть такой закон, но его никто не соблюдает совершенно. Мы уже посетили много мест, городов, деревенек, поселений. Ну и продолжаем дальше кататься по стране. Погнали дальше. Ну, наверное, ни для кого не секрет то, что в Афгане производят очень много наркотиков. 90% всего опиума, который поступает на мировой рынок, производят именно тут. Кстати, во времена, когда талибы были у власти, производство наркотиков очень сильно сократилось. Они его полностью запретили в 2001 году. И в этом же году было вторжение американцев в Афганистан. И производство наркотиков снова поднялось на высокий, на прежний уровень. Я не намекаю ни на какую связь, но не хочу проводить аналогию. Но факт остается фактом. И от героина вот этого, от афганского, кстати, чтобы вы знали, в России погибает каждый год больше народу, чем во время всей... чем советские солдаты во время всей Афганской войны. Пацаны столпились, смотрят. Местные. Ребята, салам алейкум. Еще немножко афганских улиц в каком-то селе. Ребятня стоит, уставила, смотрят люди. Военных тут, конечно, очень много людей. На блокпостах просто на улицах стоят, на пикапах ездят. Знаете, такие пикапы, сзади куча людей, все с оружием, пулеметы наверху установлены. Выглядит, конечно, так. Устрашающе со стороны, но на самом деле это просто военные полицейские. Особо тут бояться нечего. Их снимать нельзя. Поэтому я уж не стал прямо тыкать камеру, не очень хорошо будет. Сказали нельзя, значит нельзя. Но просто поверьте на слово, их тут очень много. Ну, в общем, а так-то пугаться поездки в Афганистан не стоит. Пугает что обычно? Неопределенность, неизвестность. Большинство людей все-таки не знает, как живут обычные люди в Афганистане. Надо сесть сюда посмотреть, чтобы понять это. А наши средства массовой информации еще больше усугубляют эту ситуацию, когда все время говорят только про теракты и все тому подобное. А про обычную жизнь мало кто рассказывает, это, конечно, плохо. Многие источники пишут в интернете, что мало останавливаться. Надо только в пятизвездочных гостиницах, чтобы было куча охраны, блокпосты и тому подобное. Нафиг ничего не надо. Вот. Самый обычный гостхаус. Останавливайтесь, 8 номеров любой и живете. Ну, как, он не совсем прям обычный. Он принадлежит вот этой предпринимающей стороне, которая со мной. Давайте я вам покажу. Вот фирма. Афган Лоджистикс Сан Турс. Вот их адрес в интернете. Можете обратиться, если кто надумает поехать. У ребят свои машины, своя маленькая гостиница. Ну, да, машина не бронированная. Ну, и наплевать-то больно. Зато все как-то по-простому и интересней. Друзья, только зацените, какая у меня кровать в Гестхаусе. Так и не скажешь сразу, что это в Афганистане. Русалочка. Давайте. Ну, номер совершенно такой простой. Стол, кровать. Туалет с душем. Ну, особо показывать нечего. Не самое важное при путешествии. Кстати, очень классно перед поездкой в любую страну читать каких-нибудь местных авторов. Лучше позволяет понять культуру людей. Я, например, прочитал две книги Халлида Хасейни. «Бегущий за ветром. Тысяча сияющих солнц». Вообще классные книжки. Если у кого есть возможность, рекомендую, почитайте. Вот так вот до сих пор на осликах перевозят камни. Только что купил себе баколь. Вот эта местная национальная шапка. В свое время была символом освобождения Афганистана. Как раз Ахмад Шахмасуд популяризировал ее. Ну, а я купил так, чтобы меньше отличаться от местных. Хотя, я думаю, у меня навряд ли это получится, потому что тут все равно все оборачиваются, все смотрят. Явно видно, что люди не привыкли к белым туристам. Ну, ладно, я шучу. Я буду ходить без нее, как обычно хожу. Так, подарочек купил домой. Вот такой вот рынок барашков. Можете купить. На наши деньги стоят примерно 5 тысяч рублей. 5-6. Кстати, еще по поводу погоды. Вот сейчас довольно-таки жарко. Я бы, конечно, хотел снять вот эту толстовку, в которой хожу. Да нифига вам не говорить. Лучше все-таки в футболке не ходить. У меня под ней футболка с короткими рукавами. Как можете посмотреть, здесь люди, конечно, не ходят с короткими рукавами. Никого не увидите. Все закрыты. По барашкам. Смотрите. Те покрашены одними цветами. Эти другими. Эти другими. Они так обозначают, чтобы не запутались, кому какой принадлежит барашек, между собой хозяева. Перед поездкой сюда гуглил какие-то факты. Нашел некоторые. Например, что большинство жителей необразованные или даже не знает, когда у них день рождения, сколько им лет. Спросил у гида и у всех остальных, но они посмеялись. Говорят, ну это бред, вообще не соответствует реальности. Может и попадаются в каких-то там селах, там совсем пожилые, старые люди, которые ничего такого не знают. Но все люди абсолютно нормальные, адекватные. Все знают, сколько им лет, когда они родились и более-менее там читать, писать умеют. Так что вот эти все выдумки в интернете, конечно, это все неправильно. Ну и посмотрите на эти горы. Выглядит просто офигенно. Вот такой вот пейзаж. Кругом-кругом горы. А еще в Афганистане запрещено снимать женщин и даже разговаривать с ними. Это крайне не рекомендуется. Ну, может быть воспринято как оскорбление, поэтому... Ну, немножко я поснимал, но в открытую не могу снимать, поэтому уж ладно. Будем уважать традиции. В кадре их будет немного, но... Тоже выглядят их одежда, вот эта бурка, чадра. Очень колоритно, скажем так, по-афгански. Зашли только что пообедать. Вот в такой вот небольшой совсем комнате сидим. По кругу все. Ну, такое традиционное среднеазиатское застолье, назовем его вот так. Что у нас тут? Плов, хлеб, лепешка. Чай, шашлычок. Сейчас будем кушать. Мы называем это чай на ки. Это также мясо-то, или шеф-то, или шеф-то. Это зависит. Это очень холодно. Поэтому мы используем это. Мы используем это. Это чаще, в пойдем... Matthew, я читаю его, на эту пообедину. И еще на эту пообедине. Поэтому мы используем эту бурку. Это вот кучу. Какого ты хочешь это? Вы собираешься, чтобы всё ещё изминазать. Потому что это очень вкусно. Поехали. и сейчас, мы просто просто делаем вот так. И теперь, вы видите, здесь? Далее, здесь и теперь, вот так. вот это вот а вот мы мы и и и и и и и и вот это вот блюдо чай на ки не знаю как переводится наверно так же и переводится чай на ки реально очень вкусно и шашлык вкусный короче все вкусно на этом столе кредитками кстати у вас скорее всего не получится расплачиваться в афганистане когда приедете здесь в ходу наличка конечно же но они принимают не только афганские афгане доллары евро все сойдет афганистан считается очень бедной страной уровень жизни у населения тоже достаточно низкий средняя зарплата в кабуле как мне сказали составляет всего 250 долларов США и это очень хорошие деньги потому что в провинции если куда уехать лево вправо в других городах дела обстоят намного хуже ну в принципе как и у нас красиво тут мне кажется вообще все горные страны очень красивые а вон там видите палатки вдали это кочевники вот они прямо так и переезжают с места на место вот пацаны играют вон в какие палатки стоят сегодня что у нас на обед ну все как обычно шашлык хлеб рыбка вот такая вкусная и все как обычно с офигенным видом сразу же на берегу реки пока сидим в кафе паренек начищает обувь ну не мне визу в Афганистан кстати не так уж и просто получить вот у меня ушло на все оформление документов где-то 3 месяца и там вот помимо всяких бронеотелей билетов ну как обычно запрашивают на визы требуют приглашения от кого-нибудь из местных как мне оформляла эта фирма более того вот допустим некоторые посольства у нас в москве посольство Афганистана докопалось для меня говорят это приглашение ребятам из Афганистана надо сходить в собственное министерство иностранных дел поставить там на учет зарегистрировать какой-то специальный номер присвоить должны прислать короче долго с ними мы общались по этому поводу еще в посольстве у нас требовали допустим такие нетипичные справки как справку об отсутствии судимости первый раз с таким столкнулся но в принципе так то просто вопрос времени оформить все можно просто долго и немножко гиморно сколько стоит съездить в Афганистан организовать сюда поездку вот мне за все про все вот с туром с перелетом обошлось примерно в 3000 долларов США ну плюс еще питание но оно тут очень дешево здесь все очень дешево я потратил всего в среднем 15 долларов в день на еду так что 3000 долларов вам должно хватить за глаза о да еще забыл добавить это у меня индивидуальный тур если ехать допустим с кем-то с парами и так далее будет еще дешевле на человека я имею ввиду дешевле мне предлагали с кем-то совместить этот тур я отказался хотел просто один погулять ну что друзья моя поездка в Афганистан подошла к концу если вам понравилось это видео не забудьте поставить лайк подписывайтесь на канал ну и всем пока-пока